и снова всем привет меня зовут влад это вторая часть урока по созданию реалистичного motion плюра композа в программе fusion вот соответственно второй части я вам покажу уже что нам нужно от финал рендера как настроить его параметры и как закомпозить все это во фьюжи не первую часть уроком здесь все посмотрели если кто не знал об этой программе то думаю вы сейчас имеете не представление о том хотя бы как и запустить как что-нибудь сделать и добавить но тут все это коррекцию эффекта на свечение ну и приступим давайте ко второй части урока у меня уже запущен 3d max предлагаю сделать простенькую совершенно сценку пусть это будет простенький какой-нибудь такой кубик только пусть будет не серого цвета примеру зеленого такого можно даже по длине его сделать единственное что еще сделаю я поставлю его пивот point четко по центру объекта для этого мне нужно зайти в колочку иерархии включить кнопочку эффект пивот он ли и нажать выравнивание alignment центр эту object соответственно мой пивот встанет четко в центр объекта и как бы я его не крутил будет крутиться вокруг своей оси ну что надеюсь как делается анимации все знают мы перемещаем ползунок анимации на последний кадр и соответственно включаем кнопочку автокей включаем инструмент вращения для тех кто не знает это у нас горячая клавиша е естественно крутимся это хозяйство примеру на ну не знаю пусть будет тысяча вести 60 градусов вот так программа анимации у нас очень быстро крутится наш кубик это палка ну все здорово вполне достаточно такого для поза и первое что нужно сделать это влезть в настройки нашего объекта собственно выбираем его нажимаем правой кнопочкой мышки object properties находим вкладочку final render properties естественно настройки для финал рендера что у нас здесь интересует нас здесь интересует вкладочка motion blur сейчас motion blur объекта не включен вообще здесь на соответственно множитель какой-то да как будет рендериться все это хозяйство что здесь есть у нас есть motion blur twin 3d blur и image соответственно twin и 3d blur они у нас рендерятся уже в процессе визуализации а image он позволяет в так называемый g буфер сохранить данные о движении каждого из пикселей объекта причем сам это интересное не только данные о направлении движения пикселя но еще и направление движение точнее траекторию движения нашего пикселя ну давайте здесь галочку поставим image нажимаем ok что нас интересует дальше мы заходим в рендер сетап соответственно и находим вкладочку final render включаем анти-алиезинг что-то такое я вам рассказывал в первом уроке по финал рендеру там буквально в первой части вот и давайте поставим галочку motion blur соответственно final render изначально можно блюр не рендерит чтобы у нас появился нужно здесь поставить галочку все здорово замечательно можно блюр у нас рендерится вот что мы сделаем дальше мы поставим актив time segment соответственно у нас будет визуализироваться с нулевого по сотой кадр анимация вот и назначим путь сохранения файлика опять же на рабочий стол пусть это будет какой-нибудь папочка типа бокс rotation визуализируем в эту папочку называем файлик рендер как правило называю его еще и rgb альфа то есть первое это мне название рендера последние четыре буковки это соответственно то что у нас будет в этом файлике будет цветная картинка плюс альфа-канал вот и единственное практически что нас здесь интересует это выбор форматов сохранения нашей картинки нас интересует формат open xr вот он тут у нас находится вот кто им еще раз не пользовался давать я вам покажу я убираю этот формат соответственно у меня появляется здесь активно галочка сетап я на нее нажимаем не появляется только большое окошечко что здесь есть во первых у нас есть возможность качество сохранения картинки настройки качества это плавающая , сколько бит приходится на канал пикселя соответственно 16 бит это типичное качество для картинки а 32 соответственно бита сохраняет еще и данные о светимости нашей сцены но я думаю сейчас об этом рассказывать подробно не буду это будет уже в следующих уроках вот давайте поставим халф лот как у нас здесь состояла типы rgb альфа здесь мы все видим да тут у нас здесь rgb есть моно естественно черно-белая картинка да и rgb альфа альфа это канал который сохраняет прозрачность нашей сцены вот дальше справа у нас здесь есть компрессия соответственно формат не просто рендерить картинку до сохраняет но еще и загоняет ее в архив zip ну и смотрим дальше что у нас здесь есть следующая строчка storage type store image style здесь еще и store image scanlines честно говоря не знаю что это такое ну вот это чисто интуитивно могу сказать что scanlines он скорее всего каким-то образом сохраняет как строки как линии вот но это видимо способ оптимизации там файла под размер файла вот и store image styles от соответственно он сохраняет сразу же всю сетку целиком ну вот не знаю не тестил еще ни разу так смотрим дальше image region здесь есть сейф full image соответственно у нас сохраняется полное изображение независимости от того есть у нас что-нибудь пустое в кадре или нет и есть сейф риджи он соответственно у нас сохраняется только то что попадает на рендер то есть ту часть картинка которая реально рендерится которая реально нужно там для чего угодно то есть пустота рендерится и сохраняться не будет точнее говоря сохраняться не будет пустота так дальше open xr формат позволяет нам еще и сохранять рендер элементы внутри себя естественно если мы здесь нажмем mad ну у нас в данном случае рендер элементы никакие не назначены ну вот ну смысл в том что в одном файлике можно хранить вообще всю информацию в том числе и финальный рендер и альфа канал и различные рендер элементы типа спекуляра лифли и рефлектор и фракта и так далее тому подобное интересная галочка автоматико ли это ему френдер элементов рома рендер диалог соответственно что она делает если мы его сюда вот добавляем какие-нибудь рендер элементы то они автоматически добавляются сюда списочек к open xr формату у нас в данном случае это не интересует вот и давайте посмотрим то что нас и реально сейчас интересует в данном уроке это джи буфер channels что же такое джи буфер это скажем так нечто вот такой то какая-то информация которая хранится в оперативной памяти во время рендера который хранится в себе все то что используется в данный момент в рендере то есть эта информация о сцене информация глубине сцены информация движение пикселя там и так далее и тому подобное и к примеру в данном случае нас интересует сюда вот нажимаем нас интересует канал велосити соответственно движение наших пикселей один из даже два или три еще интересных каналов которые здесь есть это zedefs соответственно канал глубины прогреть по градиенту показывают расстояние от камеры ну и думаю zedefs канал я вам расскажу чуть позже в других уроках вот и материал иди и обжект иди соответственно тоже какие-то инструменты для инструменты для выделения объектов уже после рендера и их там настройки ну все мы выбираем канал велосити жмем окей здесь тоже жмем окей ну соответственно сохранить все формат настроили все давайте мы эту штуку отрендерим запускаем рендер вот так вот все рендерится сохраняется вот на думаю что сейчас поставлю пока запись на паузу когда отрендерится уже с открытым фьюженом все посмотрим ну вот рендер у меня закончился и открыл уже он фьюжен что мы здесь делаем по аналогии с первой части урока мы во первых загружаем нашу картиночку находим кнопочку loader нажимаем на нее и ищем наши файлики я их сохранял на рабочий стол box rotation вот они у меня все рендер rgb альфа там с нулевого по сотый кадр все жму open соответственно loader у меня добавляется картиночка у меня есть уже с альфа каналом вот и что нам здесь нужно сделать нам здесь из этой картиночки нужно вычленить и канал велосити соответственно на канал движения наших пикселей куда мы движемся чтобы все это посмотреть найти и добавить посмотрим на параметры загрузки нашего изображения вот сюда правую часть монитора открываем вкладочку формат open.exr формат здесь написано и вот здесь в свиточке есть различные каналы что мы видим во первых канал красного цвета красный цвет загнан зеленого green blue голубой канал до альфа альфа все это есть и нам осталось только добавить канал велосити канал велосити как мы помним добавляется по соответственно двум осям ось x и ось y что мы делаем вот сюда вот добавляем велосити x а вот сюда вот добавляем велосити y соответственно по иксу иксовую по игреку игриковую вот ну и далее мы просто добавляем тот самый motion blur то есть нажимаем правой кнопочкой добавить инструмент это тул вот и находим находим это находится у нас в свиточке blur и вот здесь это вектор motion blur соответственно мы его достаем соединяем по аналогии с первой части я вам рассказывал что можно за красненький квадратик потащить и просто втыкнуть название ноды он автоматически соединиться вот ну и давайте сразу же включим отображение на втором экране что мы видим у нас края нашего бокса размылись почему потому что если на нас и движется очень быстро у нас добавился канал движения однако последнее что нас сейчас здесь интересует это галочка flip x channel честно говоря не знаю с чем это связано но каждый раз после рендера да естественно добавление ноды вектор motion blur нужно инвертировать там движение пикселей по оси x и тогда уже мы видим что наши пиксели надо конечно здесь скейла добавить этот параметр вот прекрасно видим что наш бокс не размыт в центре и размыт вот таким вот образом по краям если мы сейчас нажмем пробел и проиграем анимацию мошенблюр у нас считается сильновато конечно так это вот так вот сделать его ну все пусть не считается сохраняемые кадры у нас сохраняется вот сюда вот и показывается зеленым цветом сейчас у нас вся секвенция посчитается вот и будет выигрываться уже в реал тайме 321 поехали реал тайм вуаля красивый классный зашибенский мошенблюр соответственно призываю всех его использовать как правило сами знаете что ни одна картинка из 3d макса чистая никогда не выходит на уровень скажем показа заказчику ну скажем финальная картинка я не говорю про превью или там раскадровку вот любое изображение должно обязательно проходить пост обработку перед сдачей проекта вот золотое правило вот ну что ж я считаю что на данном вторая часть урока закончена вторая часть первого урока по программе fusion программе для композа меня зовут влад всем спасибо за внимание напоминаю что урок был создан специально для блога студии компьютерной графики пульсар всем пока